3 до 4 Вызвали тебя? Тет-тет-тет поговорить. А мы хотим про тебя узнать, а потом мы тебе зададим вопросиков. Хорошо? Меня зовут Соня Алиниченко, я из города Омска. И я художник и дизайнер. Ещё я пишу музыку. Мне кажется, что ты скоро уйдёшь. Но мне тяжело. Ты расскажи. Ага. Цель приезда в армию. Ну, я не буду вас обманывать. В первую очередь, это был телепроект. Но я, конечно, думала, что это будет намного легче. Я очень долго ждала этого дня. Я вот так вот на всё смотрела, думаю, это сон, это я. Ущипните меня и всё, что происходит. Так, ну что, девчонки, кто замёрз? Я. Полетим туда, где тепло. Нам попросили вас проводить, рассказывать, показывать. Будем вас. Вы будете нашими стюардами. Блин, я делаю безбашенные поступки. Поступить в эти солдатки. А с пилотами можно познакомиться? Если они решатся, к вам выйти. Это было переживание, перемешку с волнением. И сверху всё это присыпано каким-то невероятным счастьем. Внимание, готовность. Одна минута. Так, у нас не хватает ещё одной участницы. Единственное, насчёт чего я переживала, насчёт коллектива. Потому что это очень важно, с кем ты будешь жить. У меня было немножко секретно, если честно. Товарищ майор, разрешите войти рядовой Зайцева. Мы с тобой знакомы по твоей службе в морской пехоте. Было очень, честно тебе говорю, много тухлых моментов с твоей стороны. К тебе большую опаску все относятся. Ты готова это терпеть и ещё раз пройти? Конечно же, я готова и мне хотелось бы. Давай, расскажи твои цели, задачи. Ага, выжить любой ценой. Опять, если надо пойти по головам, ты пойдёшь, чтобы выжить. По головам? Это был первый сезон. И мы не знали, куда мы ехали. И я не знала, что делать. Мозг был разложен просто на атомы. Может, там никто не смотрел, меня никто не узнает. Здесь скажут, ой, привет, как дела? Не будем ждать. Коллегу вашу направо. Проходим. Давайте, заводите этот табун, я готова. Ага, нет, я не готова. Я же не знаю, какие девочки с какими психическими проблемами могут прийти. Господи, как страшно. Просто, знаете, такие сейчас заходят, такие пацанки. Аня, садь, не садь. Дамы и джентльмены, дамы пожаловать на авиалинию. Прикол. В 1016 лет. Естественно, я смотрю на каждую девочку. А сейчас я такая красивая. И у меня прям... А можно пройти? Садись, естественно. Привет. О, я Ксюша, привет. О, Настя. Ммм, класс. Она мне в телевизоре не очень нравилась, как она поступала с девочками. Она ко мне ничего такого не сделала. Да, мне кажется, все ее знают, потому что она участница первого сезона «Солдатки». Я очень надеялась, что вы не смотрели. Я помню, как в прошлом сезоне там она безжалостно выгоняла девчонок. Ну, сейчас, наверное, я понимаю, что все-таки экран и то, что здесь, может быть по-разному. У меня насущный вопрос. Что там из сладкого? Там только печенье, все. В сухпаке шоколадка, но она, типа, не сладкая. Но когда ты не ешь сладкое, она кажется тебе сладкой. Я сейчас немножко в шоке. Опять же, это первое впечатление, что будет дальше. Поживем, увидим, в конце концов. Солдатки! Да ладно! Зайцева! Серьезно? Зайцева? Ну, а кто еще? Вот это, конечно, сюрприз. О, Вероника! Я просто видела по телевизору, что у нее губы найдут. Я думала, она такая, типа, он дитя от меня, я королева. Матрос Борисова. Я матрос Борисова. Я, короче, придумала стих, типа, про второй сезон. Сейчас я вспомню. Я докажу, что меня стоит уважать, что я достойна уважения. Готова до конца стоять и выполнять приказы до измножения. И больше ничего показного я из себя не строю, девочки. Я матрос Борисова. И я готова к бою! Я не люблю таких баб, как Борисова. Но я поняла, что все-таки этот человек, как бы он с душой. Так, девушки, давайте, пристегнули, сели. Я думала, что я буду на море дышать свежим воздухом. Загорело лицо. Я такая все шикарная. Я думаю, мы летим в Крым. Там уже все построено и буду сейчас казаков. А мне приснился казаков, кстати. Она, кстати, напророчила в первом сезоне все правильно. Поэтому я тебе верю. Я себя готовила к морской пехоте. Но то, что было страшно, мне было любопытно. И я прям в глаз надо было нажать. Прощай, Москва! Встречай казаков! Летим в Крым! А сколько лететь? Мы не знаем. У девчонок в России, которые на первом проекте были. На самом деле я очень рада, что ты здесь. Это просто прекрасно. Это реально. Ты пришла песню писать новую для второго сезона. Что? Я пришла в армию уже не просто песню писать. Я пришла в армию. Уважайте. У нас не хватало этого. Я не понимаю, зачем их притащили старых. Они уже никому не интересны. Нужны новые лица. Дорогу молодым. Киналистка первого сезона. Но звездой себя не почувствовала. Не получила то, что хотела. Не получайся. Ты и так во всех сферах жизни. Знаешь, почему всё? Потому что ты не глупая девчонка. А ты себя начинаешь позиционировать так. Ты никогда не была искренней? Искренней? Ну, может быть, да. Мне кажется, ни один человек меня до конца не знает. Расскажи. Почувствовала уже сравнение? Да. Здесь пожёльче. Дальше ещё будет тяжелее. Но дальше у нас тоже было очень тяжело. Ну, здесь ещё будет тяжелее дальше. Хорошо. Будете вспоминать первый день? Это как цветочки. Я расстроена. Я настроена идти до конца. Потому что я буду жалеть, если я уйду раньше. Искренней. Есть такой момент, что смотришь и понимаешь. У тебя как-то слишком комфортно. Мягкие креселки. Ты такая ещё поспала. Что-то слишком всё подозрительно. Сколько часок летело? Раз половиной. Мне кажется, мы должны всё лететь. Короче, по идее, у нас что вообще? Сколько? Слушай, море не видно. Ну, посмотри ты. Ты просто посмотри. Там один лес. В Крым уже все летели. И у меня просто думаю... Ой. На Крыму уже нету таких лесов. Нету? Нету. Я вообще не понимаю, в какой стороне мы светло. Сначала казалось, что это море. Я думала, что это точно Северная Осетия. Я не понимала ещё до конца, что вообще происходит. Это жесть. Посмотрите, где мы летим, пока у нас есть телефоны. Ребятки! Где? Подождите. Ну, мы уже садимся. Что вообще? Что? То есть не было такого психи, паники. Но я по-любому переживала. Мы в Новосибирске! Что? Добрый вечер, Сибирь! Как дела? Ура! 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 И как бы я поняла, что все мои купальники, солнцезащитные крема, это как бы всё вообще мимо. Я поняла, что нас ждёт не то, что жара. Там же такая жаришка, прожарка, отжарка. Я не знаю, что там будет. Я поняла, что будет что-то очень-не очень. Может, упасть с лестницы, сломать ногу и уехать домой? Мне вообще это приземление в Новосибирске не понравилось. Девчонки, все, спасибо вам за такой приятный полет. Все, давайте, девчонки, вам желаю удачи, самое главное. Слушайтесь отцов командиров и терпите. Спасибо. Сейчас внимательно слушаем. Когда я называю фамилию громко, четко говорим «я», это ясно? Так точно. Мне страшно, у него автомат. Мне хотелось ему сказать, ты вообще кто такой, почему ты так разговариваешь? Куприянов! Я! Калинина! Я! Борисова! Я! Громко и четко! Борисов! Я! Громче! Ю! Борисов! Ю! Я, я, Борисова. Я певица, зачем мне орать? Мухин! Я! Зарипова! Я! Олениченко! Я! Козлова! Козлова! Они прям максимально строгие. Но я вообще не брала это в голову. И просто с ухмылкой стоишь, хотя ты думаешь, сейчас ты отхватишь за эту ухмылку. Сейчас я вас разобью на два состава. Первый состав поедет в автобусе. Первый, вторые едут во втором. Я думала, быстрее бы уже сесть. Потому что не хотелось бы говорить. Дипломент девчика даже в лицо не видела. Я хотела уже быстрее начать разговаривать. А вас как зовут? Не выясняй. Тебе это не зачем? Я думаю, точно наш командир, точно, держался, смотрел на все так. Еще раз кто-то начнет базарить, когда я не скажу. Вы будете ехать и смотреть на носки и ног, ясно? В смысле? Что, просто так сидеть все это время? Что, просто так сидеть все это время? Хороший, все правильно строить. Транс всех вышвырнула, как падаль вообще. И сидит такая, я пришла, теперь я хороший. Зачем ты это сейчас говоришь? Потому что она так поступила, сейчас правильно себя строит. При мне она так не поступала. Поэтому если вы там где-то ошибались, это остается там. Здесь вы либо соответствуете моим требованиям, либо с вами буду я уже по-другому совсем разговаривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Становись, равняйся. Смирно, равен очереден. Ю, пирамид театр. Бывает мужчин, которые сказали, что сопровождающие абсолютно поменялись. Ну, что происходит? Товарищ майор, лишь состав учебного сбора солдатки прибыл. Том, привет, жители. Здравия желаю. Здравствуй, товарищ спецназовцы! Здравия желаем, товарищи! Команда посмеяться была? Ну, давайте мы как-нибудь посерьезнее к этим всем моментам будем относиться. Вы попали в подразделение сил специального назначения. Я? Спецназ? Я стою? Ну, вот было реальное желание просто вот всему миру об этом рассказать. Хочу вас нацелить, что победа не должна быть для вас любой ценой. В первую очередь здесь ценятся человеческие качества и нормы морали. Ну, а кто не будет этого понимать, будем с вами работать совсем по-другому. Я таких людей уважаю. Я с такой же установкой ехала в армию. Я буду все два месяца с вами, товарищ майор, обращаться ко мне. Фамилия, имя, отчество? Шорохов Анатолий Геннадьевич. И ваш самый надежный товарищ на это все время будет капитан Левченко, Олег Борисович. Такой команды нет. Вопросы ко мне есть? Есть. Какой адекватный человек повезет девок в спецназ? Капитан Левченко, люди в вашем распоряжении. Я командиру на... Смирэ! Вольная? Вольная. Перед нами поставлена задача вас научить, обучить, натренировать. Поэтому, зайцы. Я. Расскажите мне, что нужно делать, если стоит подразделение и граната упала в подразделение? В смысле? Прятаться в боков, прятаться. По команде граната военнослужащий должен сделать три шага в сторону от гранаты, упасть в противоположную сторону лицом. Всем понятно? Так точно! Граната! 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 Думаю, блин, что держать вообще? За головой руки или юбку держать? Ставись! И вот тут все все почувствовали. Тут реально жесть. И это только начало. Есть кто передумал или не хочет два месяца, мучиться, ползать в грязи придется ползать, вещи марать, вонять? Может, кто-то передумал? Это мой привычный образ жизни. Вот чем ты последний год хотя бы занималась? Зарабатывала в Южной Корее. Пила, составляла компанию. Еще раз. В Южной Корее я работала. У них есть такие заведения-караоке-бары называются. И корейцы приходят туда для того, чтобы найти себе, короче, собутыльника. Только собутыльника? Только собутыльника. И ничего больше. Ты, походу, нормально здоровье там оставила. Вероятность того, что у тебя здесь не получится. Буду падать в омороке, но буду выносливой. Тут же на выносливость, правильно? Тут на все. Смотрите, там бои. Я думаю, огончился приемчик. Два мужика в топ-лис. Парни, все, давайте. Новое пополнение прибыло. Освобождаем казарму. А, это наша? Это для нас. Проходим. Встроимся. Две шеренги. Мне казарма не понравилась, на первый взгляд. Мне казалось, что это как проходной двор. Все ходить будут. Это что вообще? Так, это ваша старшина. Сейчас старшина выдать имущество. Я стою, ой, думаю, вообще-то как дышать вообще. Один вопрос есть. Да. А почему без майки? Я просто немножко прифигела. В торсе представляют. Как надо обратиться из строя? Товарищ капитан Левченко. Рядовой Григорьева. К вам пришлось? Граната! Где? Граната! Серьезно, что ли? Так ее нет. Григорьева все это время на меня бесило. Он же думает, что, господи, что ты там из себя строжишь? Что ты играешь? Сковородкой хочется ударить. Зачем набрали такие? Что мы сейчас у вас заберем? Все телефоны. Так, по очереди. По одной подходим. Ну, по дому можно будет позвонить? Через два месяца. Ну, серьезно? Ну, серьезно, что? Ну, не обещаю, что можно... Не понимаю, почему ты такая тупость. Телефон, если даем согласно списку? Нет, я тебе сказал, нет. Дорогая, ты знала, что у тебя заберут телефон. Мне, честно, было не жалко. Мне было смешно. Зайца, у вас третий есть по-любому. Я никак нет. Ну, клеить. А что, я сказал, позвонить тебе или что? Мне обещали позвонить. Я не знаю, кто тебе обещал. Подходи, давай. Алё, сынок. Я буду по тебе скучать. Я тебя люблю. Я понимаю, почему он Ксюхом так себя ведет. Потому что мы не были к этому готовы. Чувствую, здесь слез будет много. Сколько, Алё, сынок? Семь. Так он уже взрослый. Ну, что? Я-то все равно буду скучать. В самостоятельности с детства надо приучать детей. Тебе так не кажется? Ну, я согласна. Поэтому я переосмысливаю. Понимаю, что очень долгое время я занималась просто семьей, бытом. Ну, сейчас я хочу сама реализоваться. А как ты видишь свою реализацию? Ну, хочу быть актрисой. Я хочу писать свои песни. То, что очень много лет их пишу, но никуда не выкладывала, не оформляла. Что тебе мешает? И очень много женских обязанностей по быту. И физически потом сложно уже ночью заниматься этим, потому что реально вырубаешься. Что ты думаешь, что тебе поможет поменять армию? Может, перестану искать причины, почему я что-либо не сделала, а буду делать. Смотри, у нас по комплектности идет. Вот первый комплект. Я буду называть фамилию, ты выдаешь. Что нам должны дать? Одну футболку, костюмок, штаны и это. Комбет? Ботинка. Все, короче. Нету, да, меньше. Ну, ладно, пофигу. Спадут, спадут. Потому что я могу спокойно их спустить до колена. 40, чего, 80, эль. Вам почти по размеру, да? Можно без штанов ходить. Платье. Ну, это ваш выбор. Вам тоже кажется, что-то не то? Формы. Это огонь. У меня максимально было прикольно. Я подумала про девочек. Вы реально тупые. Товарищ майор, разрешите зайти рядовой сменец? Ты уже зашла. Разрешите остаться здесь? Ты быстро впитываешь информацию. А чем ты занимаешься? Доела коров. Сейчас, на данный момент, уже ничем. Живем на данный момент в Дивеево. В связи с православием. Мы все верующие. Мое первое впечатление, когда я тебя увидел около самолета, совсем не то пальто, ресницы у тебя какие-то. Губы ярко-красные были. Я еще не пришла к тому, чтобы вот ходить в длинной юбке, в платке. Может, когда-нибудь приду к этому. До конца дойдешь? Да. Если, конечно, не подведет нога. У меня был частичный разрыв связок и низко. Раз, два, три, четыре. Вот первую кровать берем, табуретку берем, ставим здесь. Сейчас нам Борисова покажет, как заправлять правильно кровать. Но я уже прошарен и военносослуживец. Поэт, он сослуживец. Девочки, мастер-класс. Самое главное правило, все в армии надо натягивать, запомните. Все и все. Наволочку натягиваем, вставляем. Вставляем? Борисова, о чем ты думаешь, в армии? Это было очень весело, я так скажу. Но ничего не понятно. Короче, там, где верх надо, чтобы... Как определить верх кровати? Там, где у нас лежит подушка. Красава! А то, что торчит, ничего, да? Я не вижу. А, если не видно, значит, нормально. Обожаю. Так, ладно, Борисова. Примак, иди сюда. Смотри. Давай, Примак, показывай. Ну, да. Полностью, с самого начала? Да. Все, молодец, Примак. Всю жизнь хотела попасть в армию. С 11 лет я занималась в военно-патриотическом клубе десантной направленности. Мне это очень нравится, мне это интересно. Я хочу быть военным человеком. За столько лет, сколько меня пытались переубедить, что армия не твое, ни у кого еще не получилось. Ну, здесь не вы, давай. Я понимаю, это прекрасно, но я все равно рада, что я сюда попала. Я когда зашла в казарму, у меня прям... Так, дыхание... Перекрылось, очень приятно. Буду делать все для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. А, скажи вот, ты бы смогла как зайца во всех побугонять? Нет. Как ты к ней относишься? Знаю, что она может такое сделать. Я же буду наблюдать за этим человеком. Я же знаю, что от него ожидать. Следовательно, я буду за ним наблюдать. Ну, ты за ней наблюдаешь? За Настей? Да. Наблюдаю. Я за всеми здесь наблюдаю. И снова в школу. Садись. Бориса, раздавайте тетради. Здесь вся основная информация, которую вы должны знать. Памятные даты отряда. Кодекс чести бойца. И крайнее, это клятва оружия, которое предстоит вам завтра. И я такая смотрю, офигеть. Что это вообще за клятву? Вы будете ее рассказывать наизусть, чтобы получить свой автомат. Нужно заслужить еще получить автомат. Ну, хотя бы постараться максимально выучить клятву. Как-то так. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Обращайтесь. Почему с такой любовью написано смс-очка? Потому что оружие – это то средство, с помощью которого вы сохраните себе жизнь. А, оно как? Присаживайтесь. Расскажу вкратце, что предстоит вам в течение этих двух месяцев. Вас ждет огневая подготовка. Преодоление полосы препятствия. О, падаю! Высотная подготовка будет у вас. Будьте штурмовать автобус, здание. Научитесь натягивать переправы через горные рейки. Воздушно-десантная подготовка. Ух ты! Любите? Нет спецназа уже. Экшен! Будет беспарашютное десантирование. Мухина, расскажите нам, что это такое? Беспарашютное десантирование – это десантирование с помощью веревки канатного доступа с вертолетом Ми-8. Я такая, думаю, ты прикалываешься. Вы совершали? С вертолета нет, но с имитацией вертолетной площадки головой вниз, с использованием спускового устройства «восьмерка» – да. Я не поняла ничего. Мне вообще, вот, Мухин – это просто максимально, мне вообще непонятно. Я таких людей не видела в жизни и не общалась. Мы будем счастливы неистово. Спасибо, небо, благодать. Дожди закончились, и в жизни все наладилось. Сегодня мы отправились летать. Спасибо. Анна, вас так зовут? Так точно. Мне 28 лет, из города Курска. Работаю промышленным альпинистом. Училась в медицинском университете, но это совсем не мое. Я мечтаю стать актрисой жанра экшен, актрисой каскадяром. Думаю, ты здесь тоже посвящаешься с экшеном. Я очень надеюсь на это. А в семье какое отношение? Мама, папа есть ли? Да, есть, но с отцом проблемы. Просто после того, как я стала промышленным альпинистом, он сильно поругался и ушел от нас. Ты сама не уйдешь отсюда? Нет, отсюда не уйду. Мне здесь очень нравится. Много интересных моментов мы тут со старшиной нашли. Нижнее белье. Мое чистое нижнее белье. Че вот это? Мое. А че ты в старшине не сдала это? Рядовой, Зайцева. Лови. Это недоумение. Недоумение? А это че? Мое. А ты че не сдала в старшине? Забыла. А кто? Пришел с 15-го угад. Я рядовой, Зайцева. Я учусь на прошлом своем. Плохое прошлое. Ужас какой сложный. В морской пехоте было страшно. Мы делаем все, обезопасим, не бойтесь. Упор лежа принять. Я что, это глупость какая-то. Вот зачем это делать? Здесь установлены определенные правила. Установленный порядок, границы которого мы не можем нарушать. Подходим и берем вещи. Кладем старшине в мешок. Я все сдала. Мне не нужно пускать слезы. То, что вот, у меня что-то забрали. Я просто стояла, наблюдала, как девочки страдают. Ужас. Ну, что делать? В чем случилось? Мне зарядку надо. Мне надо ребенку позвонить. Я сегодня должны из школы забрать. Я дозвониться не могу. Я успокоюсь, я подойду. Я сейчас просто не в адеквате. Меня сегодня должны из интерната забрать. Я не знаю, заберут, не заберут. Я вообще ничего не знаю. Я даже дозвониться не могу. Позвонить не могу. А что у тебя с ребенком? У меня она учится в школе и живет в интернате. Она будет каждый день звонить по несколько раз. Где мама, где мама. Мне надо просто ей позвонить. Хотя бы сказать, что пусть она мне не звонит. Ждет моего звонка. В чем причина, почему она в интернате, а не с тобой живет? Мы живем в поселке. Она у меня инвалид. В поселке нет такой школы. Какой диагноз? Диагноз какой? Сейчас скажу. Подождем. Фронтоназальная дисплазия, сочетание с... Давай простым языком. Два синдрома. Она перенесла две операции на кишечнике. И плюсом у нее очень плохое зрение. Очень плохое. Мне хотелось бы ей сказать, что все хорошо. Ей уже сказали, что все хорошо. Правда? Да. Я тебя не обманываю. Все нормально. Ее успокоили. Все у нее хорошо. Поэтому... Все. Тогда все. Тогда я успокоилась. Мне просто хотелось узнать, что все ли хорошо там. Она рада. Для нее и стараюсь. Чтобы не позволить ее. Для нее стараешься, да? Доказать ребенку хочу, что... Можно всего добиться. И можно... Я захотела так вот. Я попробую. Я хочу характер свой закалить. И ребенку показать. Что может сподвигнуть тебя уйти из армии? Из нашей? Не дай бог с ребенком что-то, если сделается. Так, сейчас берем стулью, табуреты, рассаживаемся. Берем тетради, которые вы сегодня получили. И в течение 30 минут изучаем клятву оружию. Завтра у вас торжественный день, праздник. Вопросы? Никак нет! Табуреты взять. Ну, блин, я думала, что там вообще как бы с этой клятвой проблем не будет. По-любому это что-то так. Типа показухи. Это мой автомат. Таких, как он, много. Но это можно знать все его слабости и все его силы. Мы типа будем вот так, как сектанты, это повторять, что ли? Представляем парня, таких как он, много. Но он мой. Не, а я буду по-честному предстоять автомат. Почему я не могу полюбить автомат? Короче, просто есть идея написать новую клятву. Любые правила можно переступить, если тебе так надо. Я уже хотела уйти и взять, потому что мне не хватало телефона. Я хотела бы написать своим заказчикам, невестам, которые только появились. Свадьбу ведешь? Нет, я не веду свадьбу сама. Я именно торжественное открытие делаю. Для чего ты пришла в армию? Хороший ответ. Продолжим. Сейчас обывайте на физическую подготовку. Посмотрим, на что вы способны. Я немножко на секундочку напряглась. Я такая, что? Непонятно, что делать, куда идти. Но у меня какое-то прям дежавю. По команде бегом. Все прижимают руки по швам, подают корпус тела вперед. И чтобы я услышал о том, что вы готовы, вы говорите громко «Т». Бегом! «Т». Бегом! «Т». Ну веселила. Я думала, ну поприседаем там чуть-чуть, ну помаршируем, побегом немножечко. Вы не старайтесь обогнать. Вы старайтесь в строю бежать. Вы видите, человек внутри строя не бежит. Че, кому сказал разговаривать? На месте, стой. На кулачки встали. Упор лежа принять. В смысле на кулаки? Мы так-то отжиматься не можем. В спецназе отжимаются только на кулаках. Каждый раз, как мы будем разговаривать в строю, мы будем отжиматься. Мы будем отжиматься много. Хотя могли остановиться крайне. Мы вас подождем! Нас все ждут. Раз! С первого дня вот так один накосячил, остальные выполняют. Это было очень жестко. Девять! Да быстрее! Можно? Когда я бегу, у меня всегда одна мысль. Какого вообще на это все согласилось? Я была мерчендайзером, но в связи с пандемией в прошлом году меня сокрасили. Последний год ты ничем не занималась? Нет, даже уже больше. Свои положительные черты напиши. Я веселая и я командный игрок. Все бегут, а вы идете. А вы говорите про команду. Вы подводите команду, получается. Ну, я не могу бежать так, как они. До конца дотерпите? Да. Посмотрим. Зайца, на кулачки встань! Ой, мой Бог! Да ты что можешь? Там кровушка! А на кулачки встань! Я поняла, там кровушка! На кулаки тебе говорю встань! За Зайца в восемь! Девять! Десять! Да! Это был прям полный кач. Полный кач. Поднос, ног, груди. На каждый счет. Раз! Два! Три! У тебя кружится голова, стреляют в виски, у тебя перед глазами пелена. По моему счету меняем ногу. Раз! Два! Три! Эти берцы, которые давят, ноги, которые не поднимаются, ветер, который дует в лицо, мокрая, грязная голова. Боже, зачем? Четыре! Пять! Шесть! Раздражала ситуация, потому что вы только-только приехали и уже очень тяжело физически. Встать! Начало, в принципе, многообещающее. Но вашу физическую подготовку мы еще сегодня усовершенствуем. Я поняла, что я попала. Конкретно. Я не думала, что все так будет серьезно. Что случилось? Что ты плачешь? Сами льются. Сами льются. Надо себя контролировать. Стараюсь. И 150 раз в моей голове прокрутились мысли о том, что я хочу уйти. Я сейчас уйду. Я не вынесу. Я не смогу. Итак, товарищи спецназовки, сегодня сдаем нормативы по физической подготовке. Покажете пригодность свою для службы подразделения. Первый день, да? Так быстро все заворачивается. Страшно, конечно, если честно. Зарипова, проводишь разминку на вот этом квадрате. Есть. Вот это меня смотивировало. Я говорю так, я дожму. Легче, легче, легче. Это разминка. Представной шаг правым боком. Мои мать. Бег спиной. Это не разминка. Это зарядка какая-то. Я такая думаю, Зарипова. Тут тупорелла или что? Пришли сюда, как бы, ну люди разные. Типа физическая подготовка. Раз, подсчет. Два, три. Выше ноги. Четыре. Выше головы. Пять. Сейчас я изменю ваше сознание. Замисанность. Все, что происходит в жизни, происходит не с нами, а для нас. Ты, наверное, хочешь всех вдохновлять, да? На что-то, на движение какое-то. Да, хочу. Может, это все маска? А на самом деле это не тот человек. Зарипова не воспринимает никого, кроме себя. Я не поняла, зачем так было забивать ноги перед сдачей норматива. У меня ноги забились так, что мне было просто тяжело их поднимать. Все готовы? Так точно. Три с половиной круга. На старт. Внимание. Марш. Я просто выпала в осадок. Почему я должна столько бегать? Старая, одинокая женщина, больная. До конца дорабатываем! Я поняла, что у меня сейчас сердце просто выпадет на асфальт. Это был ад. Тебе плохо? Я понимаю, что я не могу идти, все, я же... Козлова молодец. Зарипова догоняй ее! Я хочу везде быть первой. Либо первая, либо никакая. Три с половиной круга. Думала, они угорают. Я прям была уверена, что я пробежала три с половиной. Дальше, дальше бежим. Зарипова, вот. Островская, за вами бежали. Два с половиной круга пробежала. Я сама взяла и себя подставила. Что поменяет армия в твоей жизни? И что ты сама хотела бы поменять в себе? Хочу иметь стержень. Хочу вылететь из гнезда, не сидеть дома около родителей. Я очень привязана к родным. В отношениях стоишь? Да. В долгой стадии отношений все сложно. Шесть лет. С шестнадцати лет? Со школы с ним? Да. Дурочка. Что? Дурочка. Почему? Не знаю. Всякие бывают поступки. Там все действительно запутанно и непонятно. И никто, видимо, пока разбираться не собирается. Надо что-то менять. В любом случае. Немножко просто, если разговариваешь, начинают на эмоции пробирать. Надо просто походить. Меня сегодня жалел я тебе. Ну все, не люблю. Они все равно, мы их уже всех ненавидим. Все равно, в любом случае. Скорее всего, у нас здесь у каждого будет такой момент, когда он сорвется. Любимое упражнение спецназа. Тест Купера. Все, хана. Упор лежа принять. Делаем пять кругов. Думаю, ого. Отжимания. Раз. Два. Три. Я уже не знаю, что говорить тут. На спину ложись. Вы лучшие? Да. Нет. Лучшие те, кто сделает все круги. Все круги ад. И все, уже можно ложиться и уйти на покой. Ноги вытягивай прямо. Давай, 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 ты достанешь его. У меня, если мы так дальше пойдем, неделю я, может быть, и вытерплю. Поднос ног к груди. Раз. Работаем. Почему? За что? Что опять за издевательство? На правое колено садись. Зачем это все нужно? Восемь. Девять. Я это вот задолбала, вот, искренне. Еще раз за спецназ. Десять! Уху! Конечно, в морской пехоте такого не было. Я даже посещать мысли, я думаю... Я еще пришла. Ну, потому что это лютые нагрузки. Это у меня первый раз вообще такое. Я, Трубецкая Анастасия Дмитриевна, 23 года, родилась в Москве. Работаю. Танцую в клубе, там, Гоу-Гоу, например. А для чего ты здесь? Ну, я не знаю, это просто для меня очень важно постоянно делать то, что раньше не было. У меня были ситуации довольно-таки тяжкие в жизни. И благодаря ими, то есть, я вообще очень сильно изменилась. Что за сложные моменты были? Я была... Ну, это не то, чтобы рабство было. Но это было что-то вроде. Я поехала на контракт, и это оказалось не то, чтобы контракт. Куда? А в Грецию. То есть, сначала я думала, что это шоу-балет, потом оказалось, что это стрип-клуб, а потом оказалось, что это еще и бордель. Только я знала, что это бордель, и понятно, что нужно валить. И то есть, я прям реально сбегала из страны, там, без паспорта вообще. То есть, ты от нас можешь так же, как ты говоришь, свалить? Она тут вроде не застевляет, расдевается. Группа, отбой. Минута времени. Я ложилась спать, так и думаю, неужели? Просто бы ей подкрывать. Легла и уснула. Ваше время, одна минута, 13 секунд. Группа, подъем. Думаю, блин, в смысле? Минута времени, отбой. Отбой! Пикон! Вышли, быстрей! Я даже не знаю, я очень старалась. Группа, подъем, минута времени. Ну все, терпение вас, сессия. Дай бог здоровья Мухиным. Группа, отбой. Отбой! Осталось 20 секунд. Ну, Мухина, у человека проблема. Вот когда на ребенка злишься, понимаешь, что он ребенок, но злишься. Говори громко. Минута 19. Группа, подъем. Спасибо, господи, Мухина. Спасибо, что не успели. Как говорят, мы тут семья, и каждый друг за другом. Я просто понимаю, что надо будет выбозить со слабым игроком. Отбой! Отбой! Уложились. Старшина, свет в уши. Я думаю, все, короче, я завтра не встану с кровати вообще. У меня больше мыслей других не было. Взвод, подъем! Мы даже не поняли, что происходит. Ну, какая-то билиберда. Ремни сейчас подгоняете сразу под свою талию, размер свой. Вот так вот берете, подтягиваете. Я уже запуталась, что надо делать. Вы, по-моему, сильно перетянули. Немножко расслабьте. Вы отдохнете еще на плацу. Я сначала подумала, что это как шутка просто. То есть это как насмешка. Так, быстрее подгоняем, уже выходить надо. Так, и что делать? Классно. Огонь, огонь. Тум-ту-тум-тум. И мы... Вау! Что? Это будет настоящая клятва оружия. Прямо настоящая. И ты думаешь, не наплошать. Слушаем внимательно мои команды. Шагом. Марш. Раз, два, три. На месте. Стой. Дыхание перекрыло. Я перенервничала. Я не думала, что будет столько людей, столько военных. Уравнение на право. Меня реально, меня начало трясти. А позвольте, ну ладно самих, как бы мы девчонки, как бы понятно, но просто нашим командирам было бы стыдно за нас. Подставлять-то их вообще не хотелось. Товарищ полковник, личный состав отряда для воинского ритуала клятва оружия построен. Здравствуйте, товарищи спецнавцы! Здравствуйте, товарищ полковник! Здравствуйте, товарищи спецназовцы! Здравия желаю, товарищ полковник! Начало идет вдох, а потом уже здравия желаем. Здравствуйте, товарищи спецназовцы! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно? Вольно! Командир группы, вывесились в состав к месту проведения ритуала. Есть! Я боялась лохануться. Вот на тебе, на твоих плечах сейчас такая ответственность, что нельзя подвести. Рядовой, Зарипова! Рядовой, Семенец! Я! Ко мне! Ко мне! Принятию, плятывать, приступить. Это мой автомат. Таких, как он, много. Но это мой. Это моя жизнь. Я должен дорожить им, как своей жизнью. Я должен лучше всех заботиться о своем автомате. Стрелять быстрее и точнее, чем враг. Мой автомат – ничто без меня. Как и я ничто без своего автомата. У моего автомата человеческая душа. Такая же, как у меня. И я понимаю, что люди вокруг стоят, которые порой жертвуют своей жизнью для того, чтобы спасти других. Мы вот пришли, и я нам доверяю. Это было настолько трогательно. Первый раз в жизни я взяла автомат Калашникова в руки. Все, это моя мечта. Все. Я желаю этим, грубо говоря. После клятвы ты уже реально такой «Это мое оружие! Это мое оружие!» Товарищ полковник, личный состав нового пополнения клятвия оружия приведем. Командир Рупы майор Шорохов. Писать строй. Есть. Сегодня в вашей жизни произошло знаменательное событие. Вы дали клятву оружия. Помните, что это не просто слова, так как лучшее слово. Все мы знаем это дело. Всем желаю успеха, немного везения в прохождении телепроекта «Солдатки». Одной из вас сегодня предоставляется право поднять флаг телепроекта. Мне кажется, каждая девочка внутри, в душе хотела поднимать этот флаг. Рядовой Борисов. Я. Я в шоке. Думаю, может, мне показалось. Товарищ полковник, рядовой Борисов по вашему приказу прибыл. Борисовна, у тебя все получится. Мы в тебя верим, поняла? Не жалей себя, и ты научишься побеждать, поняла? Флагшток «Сога марш». Вероника – это человек, которому нужна вера в нее, и это очень круто, что ей эту возможность дали. Поздравляю вас с дачей клятвы оружия! Ура! 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 Буду вспоминать этот день, когда у меня будут какие-то, вообще, сомнения в себе, какая-то неуверенность, что не смогу, не получится. Вот буду вспоминать этот день. Победить себя, быть там в слунях, соплях, кровищах, отжиматься по дождям на кулаках, дойти до конца и выдохнуть, и гордиться собой на всю жизнь – вот ради чего я пришла сюда. Мне кажется, я сейчас начинаю оживать просто, потому что долгое время я скопала себя постоянно в эмоциях, чувствах, а сейчас я хотя бы чувствую себя как будто живой, правда. Положено начало. Если бы я не подала сюда заявку, я бы вообще профукала жизнь. не хочу даже допустить мысль о том, что я поехала домой, я сдаюсь. Не хочу. ну будет жесть явно. Вы готовы? А у вас знакомые падали отсюда? Да. Это реально полная жесть. Это прям хардкорище. Так не ори на меня! Да ты на меня не называй! У меня есть еще информация одна. Мне нечего скрывать. На 100% загорять вообще никому нельзя. у меня там ничего нет. Я не знаю, извините, но снимай штаны тогда. Да. Ты больше, чем можешь себе представить, просто так за меня не заставить. Делай шаг, иди до конца, сияй на миллион процентов листа. Делай шаг, иди до конца, сияй на миллион процентов листа. Это моя жизнь. Я боялась лохануться. Это мой автомат. Моего автомата человеческая душа, как у меня. И я готова к бою! Я докажу, что меня стоит уважать. Быстрее и точнее стрелять. Делай шаг, иди до конца, сияй на миллион процентов листа. Уйдите от меня, я королева. Солдатки спецназ. В пятницу в 7 вечера премьера на ТНТ-4. Продолжение следует...